На днях ветераны войск спецназа отмечали свой профессиональный праздник. Отдел полиции при поддержке организации «Боевое братство» провели в этот день необычное мероприятие – экскурсию для белореченских допризывников в 10-ю бригаду специального назначения. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Инициатором мероприятия, больше интересного для будущих призывников, стала молодая девушка – депутат южненского сельского поселения Мария Попова. Ее идею поддержали ветераны спецназа Константин Попов, Владимир Перков и ветеран ВДВ Станислав Климашевич. В итоге 21 допризывник побывали в Молькино, в 10-й отдельной бригаде специального назначения, награжденной Орденом Жукова. В Музее боевой славы ребята познакомились с героической историей бригады, где воины спецназа рассказали об участии этого подразделения в боевых действиях и антитеррористических мероприятиях. Кстати, вот уже на протяжении 10 лет именно этой бригаде доверена честь открытия Парада Победы 9 мая на Красной площади. Специально для экспозиции музея белореченцы передали комплект обмундирования спецназовца периода Афганской войны. Хотим, чтобы частичка памяти осталась в Белореченской у вас в части, в 10-й бригаде. Спасибо большое. Военнослужащие бригады показали будущим защитникам Отечества выставку вооружения и экипировки спецподразделения. Но особый восторг участников экскурсии вызвала демонстрация боевой техники, а ее возможности удивили даже ветеранов спецназа. Элитное подразделение обеспечено всеми условиями для успешного овладения вооружением и боевой техникой. Смотрели технику, смотрим вооружение. Мравится? Да, очень. Все очень познавательно, интересно, занимательно. Ну, есть на что посмотреть. Словом, у всех участников мероприятия остались незабываемые впечатления от посещения спецподразделения. Ветераны вспомнили свое время службы, а молодежь больше узнала о современной армии. Да, очень понравилось. Как мнение об армии? Очень хочется в армии. Нравится, да? Татьяна Шуляцкая. События и люди.